Ну вот и, похоже, настал у нас день окота и пуговки. Вымя набрала каких-то необъятных размеров, уже надавила на сосок, там появилась молозива, всё под хвостом припухло сильно. Вы знаете, ну она себя странно ведёт, это сразу понятно, что сегодня будет рожать. Я ещё вчера вечером заметила, что опустился животик, то есть она, видите, все пошли гулять, всё стадо, она осталась здесь в клеточке, в помещении, чуть-чуть писит, но гулять не хочет. Видите, тут всё так у неё опустилось, причём с двух сторон. Так что сегодня у нас, дай бог, будет пополнение и появится козье молочко. Давай. Пуговичка. Это у нас хорошая девочка, да? Да, умница моя. Ждём малышей. Они вот-вот уже на подходе. Там пищат малышки, хотят, чтобы пуговка пошла на прогулку, но я думаю, что не стоит ей идти на улицу. Пусть лучше окот пройдёт здесь в помещении, на глубокой подстилочке, и никто не наступит случайно. Там у нас всё-таки и коровы, и телята, и бычки. О, уже начинает тужиться. Да? Будешь у нас тут катиться в помещении. Да. Хотим в этом году попробовать выпаивать малышей сосочки. Попробуем выделить на это время. Всё-таки тогда козочки, козлики становятся более ручными, и потом с ними взаимодействовать намного комфортнее, нежели чем когда они такие дикие. Хотя, когда козлята растут под козой, это беспроблемное выращивание. Посмотрите, какое пуговки в имя. Хорошее у неё крепление в имени. Вот она у нас умничка. В прошлом году у неё была двойня. Девочка и мальчик. Посмотрим, как в этом году. Живот большой. Ну, прям видно уже, что опустился. Давай-давай, пуговичка, мы будем за тобой наблюдать. Жалко, у нас здесь в помещении нет камер, а так было бы ещё удобнее. Захожу, ослышу, пищит кто-то маленький тут. Так. Так уже и не один, а целых два. Ничего себе ты быстрая. Привет, малыши. Вас уже двое. Ничего себе, мама какая у вас быстрая. Мы даже убраться у коров не успели. Чёрненькие. Ну что, посмотрим, кто это у нас тут. Это козочка. Да, она уже вставать пытается. Да. Девочка. А второй кто у нас тут? Ты моя умница, пуговичка. Так, а здесь? Так, не пойму. Подожди, дай посмотрю. Тоже девочкой. Вот это да. Добро пожаловать, малышки. Вот это счастье. Две девочки. Какая ты молодец. Пуговка. Кто-то такие маленькие уже сисю ищут. Мокрые. Да. Ты как так быстро-то? Мы пока сетку закинули в пресс-подборщик. Пока убрались. И то даже не успели до конца убраться. А у нас тут вот пополнение. Представляете, как быстро прошел окот. И у нас две девчонки. Так, кто-то тут уже молочко ищет. А как мы вас будем кормить-то? Хотела я сосочки. Уже принесла чистой воды, чтобы пуговка попила. Вот у нас тут. Давай, давай, давай. Вот, лизунец. Это у нас. Принцессик. Забыла. Почему у нас такой лизунец не стоит? У вас тоже, девчонки, есть такой, но пока ангар закрыт. Да, давай выходи. Тут развернешься, хоть такая стала уже здоровая. Сейчас немножко полежу. Все равно коза не пользуется. Так, у нас такое радостное событие. Уже нищет, 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 нищет. Где сися? Пуговица будет еще трешка-то. Вот, вот сися, вот. Наверное, недельку давай, как нас учили, оставим под козой, потом будем поить. Или как? Я уже же не знаю. Давай, как обоих они будут. Смотри, как тысячи. Только вылупилась. Вот, вот, смотри. Оп. У-у-у, как кукусенько. Давай, давай, вот. Давай, вот. Смотри, я тебе показываю. Вот, 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 вот. У-у-у. Тут вторая уже, или вторая? Вторая? Ты посмотри, как прилепилась. Слушай, а все будет воет только, да? Что такое еще живот вроде как это? Да, посмотрим. Ну, уже две девочки, знаете ли. О, это круто. Нам это последнее время везет. Да, будь здорова. Вот, вот, как вкусненько. Так, смотри. Идет у нас тут контроль. Что тут делаете, да? Ты молодец. Ты умница. Сразу по поведению было понятно, что она на сегодня будет рожать, потому что на прогулку не пошла. Живот опустился еще вчера. Я даже включила им здесь свет на ночь, думаю, если ночью родит. Ну, нет, дождалась утра. Контроль. Черненькие. Ага, угольки. Ага. Вот еще бушку. Вот, сисья. Да, вымечка у тебя, пуговка, набралась хорошая. Давай, 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 ищи, ищи, ищи. Вот так. Надо попозже родить. Сейчас, скажи, плохо стоят. Все пропустили. Я думаю, наверное, мекнет. Я там хожу, убираюсь, услышу. Нет, тихонько тут. Ну, когда хорошие коты, такие спокойные. Иначе. Ой, деловая. Я на маму похожа? Да? Похоже, похоже. Я посчитала, что пуговку крыл козел 16 апреля. Сегодня у нас 15 сентября. Держите подарочки. Пять месяцев. Ровно. Доча, да? А там, где вторая? Ты будешь кушать? Тата уже чуть-чуть покушала. Ты будешь чуть-чуть? О, давай, 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 молодец. У-у-у. Ты посмотри, как кушаем. Никого не слушаем. Давай, тоже вторая учись. У вас двое, то сиськи тут тоже две. А если у вас двое, то не знаю. Ой. Вся чумазая. Ты ничего не поделаешь. Да, это точно. Такое мероприятие. Это точно. Детишки мокрые. Какие шустрики вы у нас. Давай, давай, давай. Давай, берите. Еще тебе там кто-то, что-то тяжело тебе. В прошлом году было двойня. В этом году не знаю. Первый год был один, второй год было два, третий год будет... А сколько? Сейчас посмотрим. Думаешь, по нарастающей пойдет? Ну да. Ну, не знаю. Две девочки уже знаете ли. Уже круто, да. Конечно. Третий год уже. Ой, молодец. Вчера приезжали покупатели, набрали продуктовую корзину и спрашивали, что козье молоко. Вы забыли про козье молоко, вы нам не предложили. Я говорю, а козье молоко будет со дня на день. Ну и что, вот сегодня козье молоко у нас появилось. Ну, пока еще молозиво, конечно, но покупатели ждут козьего молока. Да и я тоже, я в принципе люблю козье молоко. Такой козье сыр, и я люблю. Ты козье творог. Да, такой жирненький, поэтому дождались своего счастья. Ну, на следующий год у нас еще молодняк будет. Да. Первокотки. Прокормить что-то своих дармоедов двух. Естественно. Ой, не падает, скажи, доча. У нас получается пуговка третьим окотом, после второго окота она у нас доилась. Вообще, пуговки вымя такое хорошее, и она легко дойная, такая струя, такая прям широкая. Дуется очень хорошо. И после второго окота она у нас давала прилично. Четыре литра она у нас дала. Даже больше после родов. После окота. Да, молодец, молодец. Детишками пахнет. Ну, она такая у нас своеобразная. Такая не любит посторонних. Да, так она дыбится вся, когда кто-то посторонний придет. Я даже не знаю, что у нее такой характер. Потому что Фиоша, ее мама, она у нас вообще такая добрацетельная. Желательно коза. А это же жила с нами. Когда Фиона родила ее. Она с самого детства. Прыгала у нас по дому. Такая вот вообще. Нет, а когда мы ее уже перевели из помещения к Фионе, но выпаивали мы пуговку сосочки, ставили кабликорм кушать. Так вот Фиошка спокойно кушала, а пуговка все время ее стукала, чтобы уйти из своей миски, из своего кабликорма. А вот видно, так драться научилась по жизни. Ходит, вечно со всеми выясняет отношения. Я, скажи, быть такого не может. Я так думаю, что окот у нас успешно завершен. Две девчульки. Достойное пополнение. Очень радостное для нас хозяев. Ну, потому что девочки, это всегда радость. Можно их оставить на продолжение. Хотя мама думает, говорит, можно продать. Но, если честно, как-то мне жалко. Такие девчульки, когда рождаются, хочется всегда их оставить себе. Принесла пуговки свежего сена. Тут у нее ветерка с водичкой стоит. Со свежей водой. А то они такую уже постоявшую не очень любят. Пока девчульки будут на подсосе у мамы. Пусть молозиво попьют сколько хотят. А потом уже будем их сосочки поить. Какие они молодцы. Завтрак. Черненькие, черненькие. Хотя, если вот козочек оставлять, то тогда много молока на их выпойку будет уходить. Особенно, когда их две, чтобы вдоволь прокормить. Ну и, конечно, три раза в день придется сосками бегать. Утро, обед, вечер, как минимум. Ладно, пуговичку оставлю тебя пока своими детками. Ты, мама у нас, опытная, хорошая. Я думаю, что без проблем их прокормишь. А, сейчас пойдем посмотрим вторую малышку. Ты спать уже легла, да? Какие же вы маленькие рождаетесь, а? Чуть-чуть окрепнете и будем вас выпускать на прогулку. Прям в поле свеженького сенажика привезла. Там неполный рон остался коровкам. Поставила его, установила кормушку, но решила пуговке тоже лакомство принести. Я думаю, что она у нас пока вот с этими красоточками маленькими будет. Кто-то там молочко ищет у мамы. А кто-то, видно, наелся, да? Посмотрите, какие малышки. Зато какие уже самостоятельные. Только родились. Сами кушают, бегают. Тоже нам здесь пришло. Это наша новая коптильня. Мы ее разгрузили. Она на 300 литров. Буду сейчас ее распаковывать. И также сегодня ее опробуем. Распаковала. Вы только посмотрите, какая красота. Сняла защитную пленку. Все из нержавейки. Прям блестит. Откроем, посмотрим, что внутри. Здесь у нас комплектующие. Сейчас тоже все буду открывать, смотреть. Решеточки. Ну и сразу сегодня запустим ее в работу. Опробуем. И покажу вам конечный продукт. Знаете, нам ее прям реально не хватало. Наша маленькая коптильня уже не справлялась. То есть один продукт, например, как рульки, нам приходилось по несколько раз коптить. Потому что такое количество одним разом не помещалось в маленькую коптильню. Ну а это уже такая промышленная. У нее много функций есть. Потом поподробнее вам обо всем расскажу. Но пока я очень довольна. Посмотрим, как она покажет себя в работе. Маленькая коптильня у нас отлично коптит. И утку, и сало, и рульки, и ребрышки. Ну вот просто теперь увеличим свои объемы. Посмотрите, здесь в комплекте уже непосредственно идет щуп для измерения температуры. Что очень удобно. Не надо будет дополнительно докупать. Все освободила. Вот такая у нас комплектация. Решетки. Паспорт руководства по эксплуатации. Здесь дымогенератор. Хобби смог зажигалка. Крючочки. Тоже для подвешивания. И вот такой большой мешок щипы. Запустила в работу нашу новую термокамеру. Сейчас вам быстренько покажу. Открываем. Здесь у нас сейчас проходит этап обсушки. Ранее мы подготовили рассол. В этом рассоле двое суток у нас лежали ребра свиные. Будем делать мы горячее копчение. Здесь у нас практически 16 килограмм. Конечно, в маленькую нашу коптильню столько бы не поместилось. Очень удобно. И даже еще больше можно было бы разместить. Но это на будущее уже буду знать. Настроила температуру 60 градусов. Сейчас пока 34. Ожидаем пока подойдет нужное. Ну и далее все по порядку. Обсушка. И потом у нас как раз будет само копчение. Будем пускать дым. У нас прошел час. Этап обсушки завершен. Проверим, как выглядят наши ребрышки. Самое главное, чтобы продукт подсох и не был влажным. Тогда дым ляжет просто прекрасно. И у нас получатся золотистые красивые ребрышки. Поднимаем температуру до 80-85. Пускаем дым. И необходимо, чтобы внутри самих ребрышек была температура 70-72 градуса. Процесс копчения завершен. Такие ребрышки у нас румянистые получились. И на следующий день, завтра, их можно уже будет кушать, вакуумировать, замораживать. Также в этой термокамере есть функция варки. Вот она была включена. Я ей пользовалась. Если раньше в прошлой своей коптильне мне приходилось кипятить воду, наливать в кастрюльку, приносить и ставить ее внутрь, то здесь уже все в автоматическом режиме. Здорово. Ну, завтра, как ребрышки остынут, я вам, конечно, тоже покажу. Хотела вам показать уже конечный продукт нашего копчения. Мне кажется, что мы уже, ну, так знаете, поднаучились, поднабрались опыта, потому что ранее, конечно, мы коптили, но не такими большими объемами и больше, ну, так скажем, для себя, как любители. Конечно, еще рано говорить, что я профессионал, но, по крайней мере, уже все стабильно получается, уже нет никаких переживаний. Посмотрите, какая красота на выходе. Вот здесь у нас копченая утка. У нее немного втянут живот, но это из-за вакуума очень хорошего, плотного. Далее идут у нас копченые ребрышки. Два вакуумных пакета. Очень румяный, такой красивый цвет. Ребра шикарные. Кстати, по копчению мы не пересаливаем. Ну, знаете, так в меру соленые, то, что надо. Для горохового супа или так покушать. Я сейчас, кстати, обедала копчеными ребрышками. Вот они в разрезе. Ребрышка одно убрала. Сверху цвет поярче, внутри так немножко посветлее. Ну и копченые рульки. Куда без них. Передние, задние тоже все коптим. Хорошо получается. Цвет румянистый. Вот вкусное. То, что надо. Здесь тоже отрезала, чтобы вам показать, какой цвет на срезе получается. Все пропекается. В общем, доводим до необходимой температуры каждого продукта готовности. Также мы еще коптим сало. Сейчас как раз у меня загружена целая большая коптильня. Ну и в дальнейшем хотелось бы попробовать покоптить курочку, нашу домашнюю бролеров. И какие-нибудь колбасы. Но это, знаете, следующий этап копчения. Вот пока на данный момент у нас 4 позиции. Это копченая утка, копченое сало, копченые ребрышки и рульки. Ну а там дальше посмотрим, что еще будем делать. В описании под видеороликом я оставлю ссылочки для заказа Хобби Смок. По этой ссылке будет 10% скидки на все оборудование, кроме термокамер. И 5% скидки на емкости Супер. Переходите, заказывайте. Я думаю, что вам слышно. У нас появилась новая жительница. Я вчера ездила в город, в магазин. Прикупила целый пакетик. Ну и сейчас вам ее покажу. Вот такое маленькое чудо у нас появилось. Давай, завтракай. Кушай. Смотрела я на авитообъявление. И знаете, хотелось вот кому-то помочь. И одно такое объявление, оно меня прям растрогало. Писала девушкой, то что котята живут в подвале дома. Нет кошки, соответственно, нет каких-либо хозяев. Кушай давай. Ласковая моя. Вот, даже сама предложила привезти. Прислала мне фотографии и видео. В общем, это маленькая кошечка. Давай, давай, такая ласковая, прям на руки лезет. Завтракай, кушай давай. Кушай. Я тебя поглажу одновременно будет. У тебя два удовольствия. Мне кажется, ей где-то один месяц. Она совсем маленькая. Вот, я ее тут пока посадила в переносочке. Поставила кормушку. Детского корма у меня не было. Вот, вчера в город съездила. Она бежит ко мне. Купила ей тут желешки для котят с одного месяца. Несколько упаковочек. Видите, мой хорошенький. Корм специализированный, тоже детский. Вот такую поилочку-кормушечку для нее. И, конечно же, обязательно обработка. Нашла вот такой препарат. Он подходит от одного месяца. И против блох, и против глистов, и против ушного клеща. В общем, сейчас произведу все необходимые обработки. Все-таки понятно, что это не домашний котенок, а уличный. Надо от всего обработать. И вот такая крошечка теперь будет у нас жить. Пушинка наша очень ласковая. Бежит, мурчит. Скучает. Я пока не могла ее привезти домой, потому что у нас там Рыжик живет. И надо обязательно ее обработать и в тепле ей жить. Вот такая малютка. Не знаю, то ли ко мне бежать, то ли завтракать. Да? Молодец, девочка. Не знаю, как ее назовем. Ну, в общем, вот такое чудо теперь у нас будет жить. Ласковая наша. Вот ты моя девчулинка. Ну, что за прелесть, а? Скучала, пока меня не было. Я вчера в город съездила, все тебе купила. Все, что надо тебе купила. Еще лоточек поставила. Ну, думаю, конечно, вряд ли она его знает. Все-таки жила она прям под домом. А, беги, кушай, кушинка. Так, ну ладно, я буду производить обработку, сказали. Полный этот тюбик. По загривку распределить. Очень маленькая. Если честно, когда видео присылали, я думала, она побольше, а ей, наверное, где-то только месяц. Прям в ладошку помещается. Меня чуть удар не постиг. Я пришла в козовник. Коза есть, детей нету. Везде посмотрела. Под лавочками. Вокруг уже козовника. Под кормушкой. Коза есть, козлят нет. Все, думаю, потеряли козочек. С утра были, в обед уже нет. Материч, покажу. А вот посмотрела. А вот здесь вот. Вот подумаешь вот здесь вот искать? Вот там вот. Маленькая щелочка. Так руку пихнула. А там что-то мягкое и пушистое. Ну-ка. Еще не хотят вылазить. Как вот они оттуда вылазят? Как вот они оттуда. Ужас какой-то. Нормально? Спрятались от серого волка. Вот там второе. И тихонько сидят молча, главное. А хоть бы кто мякнул мне. Вот смотрю, у мамы сколько молока набралось уже. Что, второго бы что-то таскать? Ну, конечно. Голова. Вот передом попроще. Что-то какое-то. С чего они туда лазят? Без ними. Я, мама, я пришла. Еще нет. Были дети с утра, в обед нет детей. Я уже тут все внутри оббежала. Везде посмотрела. И молча, главное. Никто не мякнет даже. Вокруг уже по улице обскакал. Думаю, что они как-то на улицу попали. Это какой-то... Ну, девчонки напугали меня. Я уже сбегала в теплый козовник посмотрела. Думаю, может, ты их отделила. Думаю, ну, навряд ли. Без согласования. А они вот. Еще на улицу, говоришь, их выпусти. Тут в помещении-то найти не можем. Что помнишь, маленькая грязная? А, жрут слишком много, наверное. Да, пуговка? Ужасные дети у тебя пуговица. Напугали всю семью. Нам сказали приучать к рукам, чтобы не были дикими. На ручки брать, гладить, чесать. Вот каждый день будем развлекаться. А в две недели попробуем насоску перевезти. Все-таки решили, пусть в молозивный период попьют у мамы. Но потом хотим самостоятельно их выпаивать. Не знаю, прокатит у нас такой вариант, нет. Просто так-то очень удобно. Два соска, две козочки. Ну, смотри, как. Стучат. Ага, с двух сторон. Мама, уже вымечка-то набралась, пока вы там спите. Прячетесь там. Слушай, можно что-нибудь эту дырку заделать. Можно сеном заложить. Вот наша команда. Три трактора в поле. На МТЗ, как всегда, наш механизатор. Он уже с утра начал гасить. Мама на новом йотике с граблями будет сгребать сенаж. Ну, а я, как всегда, стандартно с пресс-подборчиком. Вчера у меня случилось ЧП. Открутились болты на колесах пресс-подборчика. И, в общем, там треснул у меня диск. Ну, это по моей вине я слышала, ехала по асфальту. Мне казалось, что есть посторонние звуки. Но, знаете, вот это зеркало было нормально. То есть, можно было посмотреть колеса. А вот это зеркало, ну, вот как сейчас, оно опущено. И, соответственно, колесо не видно. А когда вот так разворачивается, тоже не видать колеса. Ну, я думаю, ладно уже. Там не осталось буквально, может быть, 500 метров до дома. Думаю, доеду. Ну, мне позвонили знакомые, которые видели. Мне говорят, Даша, у тебя колесо идет юзом, восьмеркой. Вот так вот. А мне не видно, понимаете, ни по камере, ни по боковым. Остановилась. Там, оказывается, балты подраскрутились. Из-за того, что вовремя их не закрутили. Ну, я треснул диск, позвонила в сельскохозяйственный магазин. Диск такой под заказ, 17 500 стоит. Вот такая оплошность с моей стороны. То есть, если бы я остановилась пораньше, осмотрела всю технику, то диск можно было бы спасти. Ну, будет мне теперь уроком, дорогим, на будущее. Я рулон поставила, морожка, аж бегом рысью. Как увидела, что вкусный рулончик стоит, бежит. Аж потыкается, как торопится. Конечно, такое вкусненькое. Ого, клеверок какой чудесный. А эти вот, смотри, там. Толкаются? Да, впихаются. Мелких не подпускают, телят. О, смотрите. Владушка маленькая ходит, подбирается. Прямо у пресс-подборщика то, что осталось. Ходит там, она уже второй день знает, что там тоже такой же. Но, скажи, толкучки нету. Можно покушать спокойно. Это последнюю прямую я не дособирала. И вот в конце рабочего дня собрала пресс-подборщика. Мы привезла коровкам. На ужин. Да. Да, они, конечно, вон как чавкают. Надо на дойку идти. А тут все стоят. Да, девчонки? Я уже чаще бежала на дойку. Буся там, смотри, смотри, смотри. Вот бык пришел. Тебя что, выгнали? Ну, конечно, страдают самые маленькие. Бык такой. Ты не дуешься, давай, дуй отсюда. Скажи, у меня зато рога есть. Ну, вы там как у нас? У нас уже ничего не останется. Да, это вот только на вечерний ужин. Буся, смотри, какая хитрая. А вообще, смотри, смотри. Да там везде одинаково. А что ты залезешь-то вглубь? Марта. Полной пастью. Куснотища. Да. Скажи, зачем ходить на выпуск, да? Когда выпуск приезжает в кормушку. Уже скошенный, подвяленный. Зарулоненный. С той бакушкой. Прилетели охотники. За насекомыми. Ловят, ловят. Прыгают по царевне. Потому что на царевне больше всего водов сидеть. Не знаю, чем она их там привлекает. Черного цвета. Смотрите. Ловите, ловите. Умнички мои. Охотники. Ну, вот так вот ловим на живца называется. А у нас два стражника сидят. Заревна лежит, не шелохнувшись. Как будто понимает, что птички избавляют ее от насекомых. А у нас два стражника. 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 Продолжение следует...